О, как желал бы я ваше боголюбие, чтобы в здешней жизни вы всегда были в Духе Божьем! В чем застану, в том и сужду, — говорит Господь. Горе, великое горе, если застанет он нас отягощенными попечением и печалями житейскими. Ибо кто стерпит гнев его, и против лица гнева его кто станет? Вот почему сказано, — бдите и молитесь, да не внидите в напасть. То есть, да не лишитесь Духа Божия, ибо бдение и молитва приносят нам благодать Его. Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она, как бы, всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, в церковь сходить? Да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать, да нищего нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти, да сил нет этого исполнить по сложению вашему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. Захотели бы и другую какую-либо добродетель ради Христа сделать. Да тоже сил нет или случая сыскать не можно. А до молитвы уже это никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность и богатому, и бедному, и знатному, и простому, и сильному, и слабому, и здоровому, и больному, и праведнику, и грешнику. Как велика сила молитвы даже и грешного человека, когда она от всей души возносится, судите по следующему примеру священного писания. Когда по просьбе отчаянной матери, лишившейся единородного сына, похищенного смертью, жена-блудница, попавшаяся ей на пути, и даже еще от только что бывшего греха неочистившаяся, тронутая отчаянной скорбью матери, возопила ко Господу. Не меня ради грешницы окаянной, но слез ради матери, скорбящей о сыне своем, и твердо уверенной в милосердии и всемогуществе Твоем, Христе Боже, воскреси, Господи, сына, и я. И воскресил его Господь. Так-то ваше боголюбие велика сила молитвы, и она более всего приносит Духа Божиего, и ее удобнее всего всякому исправлять. Блаженны мы будем, когда обрящет нас Господь Бог бдящими, в полноте даров Духа Его Святаго. Тогда мы можем благодерзновенно надеяться быть восхищенными на облацах, во среднее Господа на воздусе, грядущего со славою и силою многою. Судите живым и мертвым, и воздайте, кому ж да, по делам Его. Вот ваше боголюбие за великое счастье считать изволите, с убогим Серафимом беседовать, уверенно будучи, что и он не лишен благодати Господней. То, что речем о самом Господе, источнике присно неоскудевающем, всякой благостыни и небесные, и земные. А ведь молитвою мы с Ним самим, всеблагим и животворящим Богом и Спасом нашим беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться лишь до тех пор, пока Бог, Дух Святый, не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего же и молиться тогда Ему? Приди и вселися вны, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блаже души наши. Когда уже пришел Он к нам, воеже, спасти нас, уповающих на Него и призывающих имя Его Святое воистине, то есть с тем, чтобы смиренно и с любовью сретить Его Утешителя, внутрь храмен душ наших, алчущих и жаждущих Его пришествия. Я вашему боголюбию поясню это примером. Вот хотя бы вы меня в гости к себе позвали, и я бы по зову вашему пришел к вам и хотел бы побеседовать с вами. А вы бы все-таки стали меня приглашать. Милостите, просим, пожалуйте, дескать, ко мне. То я поневоле должен был бы сказать, что это он. Из ума, что ли, выступил? Я пришел к нему, а он все-таки меня зовет. Так-то и до Господа Бога Духа Святаго относится. Потому-то и сказано «Упразднитеся и разумейте, яко, ась есть Бог, вознесусь во языцах, вознесусь на земли, то есть явлюсь и буду являться всякому верующему в меня и призывающему меня, и буду беседовать с ним, как некогда беседовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом, и с другими рабами моими, Моисеем, Иовом и им подобными». Многие толкуют, что это упразднение относится только до дел мирских, то есть, что при молитвенной беседе с Богом надобно упраздниться от мирских тел. Но я вам по Бозе скажу, что хотя и от них при молитве необходимо упраздниться, но когда при всемогущей силе веры и молитвы соизволят Господь Бог Дух Святый посетить нас и придет к нам в полноте неизреченной своей благости, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в молве находится, когда молитву творит, а при нашествии Духа Святаго надлежит быть в полном безмолвии, слышать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, которое он тогда возвеститься изволит. Надлежит притом быть в полном трезвении и души, и духа, и в целомудренной чистоте плоти. Так было при горе Хариве, когда израильтянам было сказано, чтобы они до явления Божьего на Синае за три дня не прикасались бы и к женам, ибо Бог наш есть огонь, поедай ей все нечистое. И в общении с ним не может войти никто же от скверн плоти и духа.